Мы можем как приподнять области ягодиц, так и заполнить впадины. Кроме того, чтобы увеличить объем, липофилинг позволяет корректировать асимметричность, которая, в принципе, есть практически у всех. Здравствуйте, меня зовут Ганьшин Игорь Борисович, я пластический хирург, клиник Кириал. Сегодня мы поговорим о липофилинге ягодиц. Липофилинг ягодицы является очень благодарной методикой, потому что жировая ткань там приживляется очень хорошо. На сегодняшний день, если говорить о проценте, то процент примерно приживляемости от введенного 80-90. За счет чего? За счет того, что хорошее кровоснабжение, за счет того, что жировая ткань вводится в жировую ткань, и в области ягодиц она значительно больше. И когда жировая ткань попадает в собственную среду, за счет этого мы и получаем прекрасные результаты. Для того, чтобы получить выраженный результат, необходимо забрать очень много жировой ткани. К примеру, если мы забираем около литра подкожно-жировой ткани, то мы сможем переместить где-то 200-300 миллилитров. Остальная часть, она проходит обработку и она непригодна. Лет 20 назад очень популярны были методики введения геля безоболочного. И получается, что, к сожалению, этот гель, он мигрирует, и у пациенток мы встречаем большие проблемы. А перенос собственного жира не влечет таких тяжелых последствий. Например, если женщина хочет получить коррекцию за падение в области ягодицы, то мы сможем именно ввести жир в ту область, и он не переместится в другую, то есть он не будет на боковой поверхности бедра или на задней, он останется. При, конечно, соблюдении грамотной техники введения. Есть возможность переместить собственную жировую ткань, в которой, собственно, и хранятся еще стволовые клетки. Идет такое омоложение той области, куда ввели мы подкожно-жировую клетчатку, что благоприятно сказывается на коже, на эластичности ее. Часто спрашивают по восстановительному периоду, по реабилитации, что делать, что не делать в первое время. После операции при липофилинге очень важен первый восстановительный период, который длится неделю-две. И здесь есть ограничения по ношению белья, ограничения по физической нагрузке. Это все индивидуально, и в зависимости от области введения, даже в области ягодицы. Это уже будет обсуждать на консультации после операции. Часто спрашивают, возможно ли сидеть после липофилинга ягодиц. Зависит от области введения. То есть, если это нижняя часть ягодицы, то, к сожалению, надо будет в основном лежать или стоять. По времени 3-4 недели. Деформации в виде неровности, западений, они могут быть как после травмы, как после различных и хирургических вмешательств. Липофилинг нам позволяет данные проблемы корректировать. Поэтому жду вас на консультации. Приходите, буду рад вам помочь. Приходите, буду рад вам помочь.